Питаться нужно так, чтобы было полезно и вкусно. Любой согласится с этим в теории, а на практике честно оказывается, что вкусно и полезно, понятия не всегда совместимые. А все почему? Потому что мы сами ограничиваем список продуктов, которыми наполняем свой рацион. Вольно или невольно, из-за вечной занятости, усталости или недостатка информации, мы изо дня в день едим одни и те же блюда, и даже самые любимые из них рано или поздно надоедают. Рука сама собой тянется за вкусненьким, но не очень полезным для здоровья и фигуры лакомством. Замкнутый круг. А вот и нет. Если вспомнить, насколько широк выбор самых разных круп и бобовых культур, среди которых наверняка есть такие, которые вы едите нечасто. Например, чечевица. Многие хозяйки, а тем более неопытные кулинары, относятся к ней с опаской и предпочитают обходить стороной, отдавая предпочтение более знакомым крупам. Отчасти в этом виновата общая репутация бобовых, как непростых в приготовлении, тяжеловатых для пищеварения продуктов. Отчасти причиной послужила непопулярность чечевицы у наших соотечественников, больше привыкших к гороху и фасоли. Не повторяйте эту массовую ошибку. Научитесь варить чечевицу, и на вашем столе всегда будут питательные, вкусные, а главное несложные в приготовлении блюда. Энтон Пепеп. Чечевица, вида, состав и польза о том, что чечевица относится к семейству бобовых культур, то есть приходится ближайшей родственнице фасоли, гороху, арахису и даже акации, мы уже упомянули. Но и она, в свою очередь, имеет несколько разновидностей, только одна из которых чечевица пищевая или обыкновенная используется в кулинарии. Но даже этот, один единственный пригодный в пищу вид, предоставляет нам выбор чечевицы разного цвета, размера, скорости приготовления и некоторых других свойств. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Поэтому на прилавке магазина упаковки с чечевицей могут занимать целую полку и быть представлены такими вариантами. Зеленая или французская чечевица – это зерна, собранные слегка незрелыми. Их используют преимущественно для приготовления сложных гарниров с рисом и салатов. Коричневая, серая чечевица – спелые зерна, которые чаще всего встречаются в продаже. Самый универсальный вид чечевицы, пригодный для использования в любых блюдах. Красная или египетская чечевица – это те же зрелые зерна, но уже очищенные от оболочки. Благодаря такой предварительной обработке, они готовятся быстрее других видов и могут полностью развариваться, теряя форму. Поэтому красную чечевицу кладут в пюре, соусы и густые похлебки. Желтая чечевица – это зеленые зерна, освобожденные от оболочки. Готовится быстрее, чем зеленая, но лучше красный сохраняет форму. Хорошо сочетается с овощами, как свежими, так и приготовленными. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Черная чечевица – самый экзотичный на вид сорт, очень мелкие зерна, за размер и угольный цвет получившие прозвище белуга, по аналогии с черной икрой этой рыбы. В салатах и супах черная чечевица выполняет не только питательную, но и декоративную функцию. Разные сорта чечевицы мало отличаются друг от друга по составу и свойствам, разница заключается преимущественно в поведении продукта при кулинарной обработке. Озвучено Яндекс Спич Кит. Озвучено Яндекс Спич Кит. Поэтому любой из перечисленных видов чечевицы содержит много растительного белка и пищевых волокон, а основная энергетическая ценность обеспечивается высоким содержанием сложных углеводов. Жира в ней совсем немного, а калорийность колеблется около 290-300 килокалорий в 100 г, в зависимости от сорта, сухого продукта, и, конечно, после варки уменьшается пропорционально количество впитавшейся. В зерна влаги. Но при условии правильного приготовления, практически все полезные нутриенты остаются неповрежденными, а это помимо необходимой для процессов пищеварения клетчатки, такие важные для Обмена веществ в витамины, как С, РР, представители группы В. Одним из самых ценных компонентов чечевичных зерен является Н-трешетка 946. Каротин, еще в них немало калия, фосфора, кальция и железа, перечислены в порядке уменьшения содержания. Благодаря такому составу чечевица по питательности способна заменить все другие крупы, картошку, хлеб и даже частично мясо, что издавна оценили жители Египта и других южноазиатских народов. Они использовали чечевицу не только в пищу, но в качестве лекарства, преимущественно от желудочно-кишечных заболеваний и различных расстройств нервной системы. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Современная наука и медицина в частности, тоже признали, что чечевица способна снимать проявления изжоги и облегчать симптомы гастрита, колитов и язвы желудка и 12-перстной кишки. Что касается нервной системы, то употребление чечевицы в межсезонье помогает уменьшить скачки настроения и типичный для этого времени сплин, нормализуя нервные процессы. Причем оказывается намного полезнее синтетических антидепрессантов и традиционных для заедания тоски калорийных сладостей алкоголя, потому что попутно укрепляет иммунитет и повышает общий жизненный тонус. Также на сегодняшний день уже доказано, что регулярное употребление чечевицы постепенно снижает уровень сахара в крови и является эффективным для профилактики онкологических заболеваний. Ко всему прочему, блюда из чечевицы способствуют укреплению стенок сосудов, а сами зерна обладают свойством не впитывать и не накапливать в себе нитраты, радионуклиды и другие токсичные вещества. Чем дополнительно снижают нагрузку на организм? Наверняка среди перечисленных характеристик вы найдете не один повод для того, чтобы включить чечевицу в свой рацион и своих домочадцев. А раз так, то вы должны знать, как приготовить чечевицу правильно для сохранения всех ее полезных качеств. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Как правильно сварить чечевицу, если в магазине вы столкнулись с выбором и не знаете, какую чечевицу выбрать, потому что не готовили ее раньше, отдайте предпочтение зеленой. По сравнению с другими сортами она меньше подвержена развариванию, поэтому оптимально подходит для знакомства с этим продуктом. Зеленая чечевица бывает крупной и мелкой, но это не влияет на ее способность сохранять форму зерен при длительном воздействии высокой температуры. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Обратная сторона этого качества – необходимость более долгой варки. Но зато замачивать чечевицу предварительно, как того требуют другие бобовые, не нужно. И уже минут через 40 у вас будет готов сытный и вкусный гарнир к любому мясному или рыбному блюду. Как разнообразить вареную чечевицу, мы поговорим позже, а пока просто сварите ее по такой технологии. Перебирать чечевицу, как правило, не требуется, но если заметите явный мусор и испорченные зерна, удалите их. Затем промойте чечевицу прохладной проточной водой. Положите промытую чечевицу в глубокую кастрюлю и залейте чистой холодной водой в соотношении объема в первая часть чечевицы к первой части воды. Налейте в воду столовую ложку любого растительного масла. Прикройте крышкой и варите на огне чуть меньше средней интенсивности в течение 40 минут или до мягкости. Через 20 минут после начала варки откройте крышку, перемешайте чечевицу снизу вверх со дна кастрюли и при необходимости удалите пенку. Посолите чечевицу примерно за 5 минут до готовности. Раньше солить не следует, иначе придется варить чечевицу дольше, это общая рекомендация при варке любых бобовых. Когда чечевица станет мягкой, она готова для еды. Перед подачей на стол смешайте ее с рубленной зеленью, а еще при варке для дополнительного аромата можете добавить в воду лавровый лист, букет гарни, как раз для зеленой французской горчицы. Или другие пряности на ваш вкус. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Рецепты блюд с чечевицей чечевица, сваренная в воде с добавлением небольшого количества масла и специй, сама по себе уже неплохое дополнение к основным блюдам, но ее можно использовать и более. Сложным способом, в качестве компонента других блюд, супов, салатов, сложных гарниров. Когда научитесь без проблем варить зеленую чечевицу, попробуйте разнообразить меню одним или несколькими из этих несложных рецептов с применением вареной зеленой чечевицы. Чечевица с овощами. Гарнир. Возьмите один стакан зеленой чечевицы, по двум моркови и спелых помидора, один луковицу, два столовых ложки растительного масла, полпучка свежего укропа, один чайную ложку молотого кориандра, соли молотой. Перец по щепотке. Сварите чечевицу. Морковь натрите на терке. Лук и укроп мелко порубите. Помидор нарежьте кубиками вместе со шкуркой. Обжарьте лук на масле в течение пяти минут. Затем добавьте к нему морковь. Еще через пять минут положите в сковороду помидоры, укроп, специи и соль. Затем выложите в овощи чечевицу, перемешайте и томите под крышкой на медленном огне минут пять до готовности. Салат из чечевицы. Салат с чечевицей и тунцом. Возьмите один стакан чечевицы, один банку консервированного тунца, два спелых помидора, один красную луковицу, пучок свежей зелени, три столовых ложки оливкового масла первого отжима, один зубчик чеснока. По одному столовой ложке лимонного сока и горчицы в зернах, по щепотке молотых перца, кориандра и зиры. Сварите чечевицу. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Масло, лимонный сок, горчицу, измельченный чеснок, зиру и кориандр смешайте в одной глубокой миске, слегка взбейте вилкой и оставьте получившуюся салатную заправку для настаивания. Тем временем нарежьте лук тонкими полукольцами, помидоры нарежьте кубиками вместе с кожицей, а зелень порубите. В большом салатнике смешайте вареную чечевицу с помидорами и луком. Мякоть тунца разомните вилкой и выложите в салат, поперчите и слегка перемешайте. Добавьте зелень и полейте заправкой. Чечевичный суп. Возьмите 1 стакан чечевицы, 3 картофелины, 1 морковь, 1 столовую ложку растительного масла, пучок свежей зелени, по щепотке соли и молотого перца. Промытую чечевицу залейте в глубокой кастрюле двумя стаканами воды. Добавьте масло и доведите до кипения. Картошку очистите и порежьте небольшими кубиками или соломкой, морковь натрите на крупной терке. Через 20 минут после закипания воды в кастрюле, добавьте к чечевице овощи и варите до мягкости. За несколько минут до готовности посолите и положите перец. Подавайте чечевичную похлебку, посыпав ее в тарелках рубленной зеленью. Этих описаний даже молодой хозяйке будет достаточно для того, чтобы понять, что вареная чечевица – это универсальный компонент множества блюд, и экспериментировать с ней можно на свое усмотрение. Главное – соблюдать правила не солить чечевицу заранее, а еще не варить одновременно старые и свежие зерна, потому что время варки у них может отличаться. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Во всем остальном чечевица намного проще в обращении, чем другие бобовые, но нисколько не уступает им по вкусу и питательности, так что она наверняка завоюет свое достойное место в вашем меню. И не забудьте попробовать и другие сорта чечевицы, для сравнения и разнообразия. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok